Это у нас здание 60-го года постройки. Здесь у нас находились самые маленькие детки, была ясельная группа. Но в течение пяти лет мы здесь перестали вести прием. Родителям малышей отказывали из-за состояния помещения. За 60 лет детский сад «Одуванчик» не видел ни одного капитального ремонта. Здание строили без фундамента, поэтому оно поплыло. По стенам пошли трещины, со стороны улицы отошла кирпичная кладка. Сюда поместится рука взрослого человека. Внутри перекосило подоконники. Не открываются. Почему? Потому что если мы их откроем, у нас просто-напросто стекла повылетают. Потому что у нас окна пришли в негодность. Вместе с тем крыша здания течет, краской штукатурка отслаиваются, обшивку потолков усиливают стяжками. Здесь занималось больше 30 детей, но из-за ужасного состояния всех перевели в соседний корпус. Сейчас в аварийной части работает только пищеблок. Его больше негде разместить. Пищеблок у нас очень страшный. Он не выдерживает никаких проверок Роспотребнадзора, потому что там все страшно. Поэтому после проверок администрации детского сада приходится оплачивать штрафы. Состояние здания не может устраивать и родителей воспитанников, которые боятся, что стены могут попросту рухнуть. В эти здания еще ходила, извините, я очень много лет назад. И они уже непригодны. Нужен ремонт тщательный. Однако в ближайшие годы должен начаться не просто ремонт. Администрации Бурлы удалось войти в краевую инвестиционную программу. Село ждет строительство нового отделения детского сада на то же количество мест и капитальные работы в оставшихся корпусах. Проект находится на начальном этапе в этом году. Нас единственное, конечно, не устраивает то, что это долго. Этот год проектирования, следующий год еще проектирования и строительство возможно только начаться через год, в 2023 году. Но глава района надеется, что документацию составят раньше срока. Тогда и строить начнут раньше. И возможно в 2025 году за маленьких бурлинцев не придется бояться. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.